Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про камеру GoPro 7 Black. Я эту камеру купил, наверное, ну может быть 2-3 месяца назад, я точно не помню. Но я искал именно экшн-камеру, чтобы была маленькая, удобная, чтобы я мог снимать в машине. И в этом ролике я вам расскажу про эту камеру. Также я ее сравню с iPhone 7, чистая 7, не плюс, на которую именно сейчас идет съемка. И на которую пишется звук, никакой петли у меня нет. И также сравним с камерой, это Olympus OM-D10 Mark II. Цифровой фотоаппарат, очень неплохой, между прочим. Но основная тема сегодняшнего разговора это GoPro 7 Black. Сейчас я выйду на улицу и включу уже Olympus, на который буду говорить, ну там уже подключу звук. И на который буду снимать и рассказывать про GoPro. Пока основная информация, вводная, что меня побудило купить эту камеру. Поскольку я уже 3 года перед вами пляшу и танцую и выпендриваюсь, на основном канале у меня сегодня будет 46 тысяч подписчиков. Я оставлю ссылку на основной канал, конечно же, под видео. Это лайв-канал, я на нем снимаю всякое разное. Просто вот все, что в голову приходит. И вот решил снять обзор на 7-ку. Решил снять обзор, потому что эта камера многим интересна. Она и мне была офигенно интересна. И у нее, оказывается, кроме плюсов, есть и минусы. Поэтому, если ты ищешь камеру для себя лично, для видеоблога, обязательно посмотри это видео. Потому что, получается, я не только про нее расскажу. Ну, про нее, конечно, про ее плюсы, минусы. Но также цифровой фотоаппарат, пускай не только именно про Олимпус, а вообще, как бы, суть фотоаппаратов для блога. Потому что это тоже офигенная вещь. Но они просто разные по своему назначению. И также я сюда еще припихну айфон. Получается, вот на айфон, я, кстати, забегая вперед, скажу так. Когда я купил айфон, я решил продать Олимпус. Как думаете, почему? Не сложно догадаться. Ребята, 20 тысяч рублей продаю Олимпус в хорошем состоянии. Действительно, неплохо снимает. Многим из вас он будет больше подойдет, чем, например, как айфон для меня. Возвращаемся к GoPro. Камера, действительно хорошая камера. Из экшн-камер одна из лучших. Я не скажу, что самая лучшая, потому что у нее есть офигенный конкурент. Это Сонька 300 или 3000. Ну, вы знаете эту Соню, на которую снимают все топовые блогеры и не просто топовые. И вот у меня стоял выбор. Соньку взять или GoPro. Потому что у меня были деньги, я мог и то, и то купить. Причем даже Соньку мне 3000 не нужна. Там 4К, оно нахер не нужно. Я вам сразу говорю, 4К для блога нахер не упали. Особенно, если у тебя не мега мощный комп. Потому что, если у тебя комп средний, то ты это 4К даже посмотреть не сможешь. Оно у тебя скакать будет. Итак, почему же я взял Семерку, а не, например, Соньку? Форм-фактор. Потому что именно вот в таком вот кузове, так скажем, именно вот такая вот квадратненькая, небольшая. Это вот, как на мой взгляд, должна быть экшн-камера. Она, Семерка, она чуть тяжелее, чем тройки-четверки. Вот эта классика GoPro тройка-четверка. Они полегче. Грамм на 10, 15, 20, может быть. Прям чуть полегче. Из-за этого некоторые крепления, вот, например, очень удобно. Да, опять же, некоторый лайфхак. Это будет не просто обзор на камеру GoPro. Но еще я вам немножко буду выдавать некоторые секреты своей съемки и также советы для начинающих блогеров. Смотрите, вот как я ее креплю здесь. Видите, вот эта вот прищепка. Это одно из самых удобных креплений. Потому что сразу, вот так, я одной рукой не могу, но ты ее туда вставил и все. И она стоит. Взял и снял. Очень быстро. Не надо ничего прикручивать, откручивать там и прочее ебля. Поскольку одно из основных моих мест съемки это автомобиль, потому что основной мой канал, он посвящен тематике такси и авто тематике. Поэтому у меня здесь крепление вот здесь. Вот здесь, где висит телефон. Вот здесь у меня магнитное крепление. То есть я весь обвешан всякой фигней, чтобы и стримить, и снимать. Соньку, если бы я поставил, они еще в основном белого цвета. И у нее, ну сами знаете, как она выглядит. Я бы ее, если здесь прикрепил, она бы тут же бросалась в глаза пассажирам. Я тайно снимаю пассажиров. Ну, кто смотрел мой основной канал, те знают. Кто не смотрел, подпишитесь, кстати. В описании, повторюсь, есть ссылка. Это вот основное было, почему я ее взял. Также, второй очень важный момент. Стабилизация. Здесь она мега офигенная. Хоть на Соньке стабилизация, она и оптическая, и электронная. И вместе это включаешь и получается очень круто. Здесь только электронная. Но она работает лучше, чем у Соньки. Стабилизация здесь действительно. Именно вот эту камеру. Я купил себе электронный стабилизатор для телефона. И там есть переходник, чтобы снимать на экшн камеру. То есть с электронного стабилизатора. И в результате он у меня лежит. Потому что я просто беру вот так вот, снимаю с себя, иду. Ну, только вот при помощи этой фигни. Просто обычный держатель. Вот, я вот так вот просто. Он такой маленький, удобный. Кстати, офигенно. Вот раз, как штативчик поставил или держать. Он в кулаке. Идешь вот так вот с себя снимаешь, и камера как плывет. Не, ну она вот так вот, как плавненько плывет, так покачивается. Конечно, когда идешь, рука ведь шевелится. Но если стараться идти ровно, осознавая это, то она вообще прям вот как в кино будет плыть. И в результате электронный стабилизатор не нужен. Это очень важно для блогера. Потом, большой плюс перед Сонькой. Дисплей, все можно, он тачскрин, естественно, все можно заранее посмотреть. Это мега удобно. Все очень круто. Конечно же, можно подключить ее к смартфону. Перед тем, как ее купить, я посмотрел, конечно же, до хера обзоров сравнения Семерки и Сони. И в плюс Семерки, очень много у нее плюсов перед Сонькой, именно вот какие-то вот такие важные детали. Опять же, подключение к телефону на Соньке, там приложение это. Там как-то это все сложнее. У GoPro все очень просто и классно. Вы разберетесь методом научного тыка. Не надо ничего, это самое, мониторить, узнавать. Крепление в автомобиль. Для GoPro их просто немерено, стоят дешево. Для Соньки это дороже. Вот я перешел на съемку уже на саму GoPro. Вот вы можете сравнить. До этого я на iPhone 7 снимал и писал звук на него. То есть у меня то, что сейчас петля, это я когда буду на Olympus снимать, я уже не на встроенный на его микрофон буду, а именно звук отдельно, чтобы у вас было представление вообще о звуке тоже. Открою вам небольшой секрет, что для видеосъемки в первую очередь это звук, потом картинка. Ребята, поверьте на слово, кто не в теме. Кто в теме, те подтвердят мои слова. Напишите, кстати, об этом в комментариях, что вы об этом думаете. И вот смотрите, как вам съемка. GoPro сейчас находится от меня где-то сантиметров 40. И у меня полностью голова помещается. И я не знаю, но мне кажется, где-нибудь до сюда я должен быть виден. У нее есть три режима в плане съемки, имею в виду в плане широкого угла. Вот это самый узкий, он мне больше всего нравится, потому что наименьшее искажение он дает. Снимает как обычная камера в большинстве случаев. То есть как-то рядом к натуральной съемке. Потом можно сделать широкий угол, обзор он будет шире. И потом какой-то еще мега широкий супервью, по-моему, он называется. Там вообще капец. То есть ты можешь в 20 сантиметрах от лица, и ты будешь виден по пояс. Ну это такое, ну совсем в гробу снимать, короче. Я им стараюсь не пользоваться. Мне больше нравится вот такое. Как вам звук? В большинстве случаев звук нормальный, но тоже есть свой небольшой минус. Поскольку у камеры три микрофона. То есть если задувает ветер, например, отсюда, где у нее? Вот с этой стороны у нее есть микрофон, с этой стороны и, по-моему, снизу еще микрофон. Да. Три микрофона. С одной стороны хорошо, они молодцы, придумали такую фишку, чтобы электроника тебе помогала, когда дует ветер. Например, с этой стороны задувает, он этот микрофон вырубает и ловит звук с другого микрофона. Как бы задумка нормальная, но в шумных местах, типа как на улице, это может сыграть с вами некую злую шутку. Вы должны это понимать. Я перед тем, как начинать съемку, то есть я нажал, чтобы пошла съемка, и поговорю там две секунды. Раз, два, раз, один, два, три, оп, 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 что-то такое, чтобы настроились микрофоны. И после этого начинаю говорить. Потому что он начинает ловить звуки. А где-нибудь рядом проедет машина, камера подумает, там эта электронная система подумает, что тот звук важнее, переключится туда. Поэтому нужно стараться это учитывать и говорить, ну, погромче что ли. То есть учитывать эту фигню, когда ты пишешь звук именно на GoPro. Звук действительно неплохой. Вот вы сейчас меня слышите, я думаю, очень хорошо меня слышите. Я этот звук обрабатывать почти не буду. Как чуть-чуть, может быть, по громкости добавлю, посмотрю. Но я его не буду как-то там шумодав какой-то делать, там компрессию. Я этого, может быть, вообще даже трогать не буду. Ну, может быть, по громкости, просто чтобы вам приятнее было слышать. Конкретной обработки звука не будет. Вот я, кстати, давайте я похожу, чтобы вы поняли, какая стабилизация, да. Я стараюсь держать ровно, чтобы камера как будто бы плыла. А вот как бы я обычно сейчас пройду таким средним шагом. И смотрите, выйду сейчас на солнце, чтобы пересвет какой-нибудь появился. Есть тема с цветокоррекцией. Я думаю, что плавность вам, ну, вы уже поняли, плавность хода камеры, стабилизация охеренная. Есть минус, что касается цветокоррекции. У GoPro почему-то, как я не знаю, у них своя есть вот по цвету. Она как будто дорисовывает что-то. Меня это бесит. Она снимает не натуральную картинку, а как будто она специально по цвету немножко старается делать какую-то цветокоррекцию, которая ей кажется, что лучше. И иногда это выглядит очень мультяшно. И мне это не нравится. Как это отключить, я хер его знает. Друзья, я сейчас снимаю уже на Olympus перешел. Может быть, чуть кривовато его установил. Ну, просто что париться. Я сейчас, конечно, немножко обосрался. Я не пишу на диктофон, потому что я забыл в него вставить карту памяти. И поэтому я пишу звук на GoPro. И на встроенный микрофон, я не знаю, если будет слышно, я, может быть, оставлю и на встроенный Olympus. Но как вам картинка? Я думаю, что картинка неплохая. Звук с GoPro, короче. Поэтому я ее буду держать в руке. Теперь о минусах GoPro. Очень серьезный минус, это то, что она нестабильно работает по электронике. Камера зависает. Бывает, что она зависает, либо начинает подглючивать. У меня до этого была GoPro пятерка. Тоже подглючивала. До этого у меня была, по-моему, тройка, что ли. Какая-то из старых GoPro работала вообще стабильно, четко. Прямо вот капец как четко. Но там с ней были другие какие-то нюансы. Она мне не очень нравилась по другим причинам. Вот это меня бесит вообще. Вот почему современное устройство, которое стоит, я купил за 26 или 27 тысяч на Юноне на рынке, на эту камеру. На каком тем видео она стоит вообще 35 тысяч? Ебаный в рот, блядь, она зависает иногда. Не то, что прям всегда, но всегда ты должен контролировать, что идет запись, блядь. Это меня бесит. Ну, это просто шляпа. Не то, что это мои только мысли. Это я еще у разных спрашивал ребят, кто семеркой пользуется. Да, бывает, подглючивает. Поэтому, если ты взял семеру и у тебя там что-то там, ну, блин, имей в виду, что такое может быть. В итоге, я, знаете, я не специалист по камерам. Моя задача это так, чтобы было все максимально легко и просто. Я не знаю, как настраивать камеру. Я всегда снимаю только в авторежимах. Как вот этот Olympus. Я просто нажал кнопку в авторежиме. Я единственное, что в авторежиме можно чуть-чуть сделать посветлее, потемнее. Потому что, ну, как-то он позволяет. Вот у меня телефон сейчас лежит на земле. Я на себя смотрю. Я просто слишком ярко. Я сделал чуть потемнее, чтобы постабильнее. Картинка была как-то понормальнее. Чем мне все-таки GoPro нравится? Тем, что звук более-менее, картинка более-менее, стабилизация маленькая. В машине, где угодно, с собой взял. Я почти всегда, когда выхожу на улицу, беру ее с собой, кладу просто в карман и пошел. Потому что придет мысль какая-то или чего-то отснять. Взял и снял. Держать ее удобно, удобнее, чем телефон. Цифровой фотоаппарат, в этом у него есть минус. Хотя, вот этот Olympus, у него стабилизация тоже есть на матрице. Пятиосевая, как на Соньках. Это очень круто. То есть, теоретически, этот Olympus тоже можно держать на палке. Да, вот так вот. И себя снимать. Только объектив бы более широкоугольный было бы хорошо. Но, так или иначе, этот Olympus нужно на что-то поставить. То есть, к нему нужен штатив. Сюда штатив нахер не нужен. Ты ее просто можешь пальцами даже держать. Но лучше не пальцами, потому что, когда ты держишь ее пальцами, вот эти вот шуршания пальцев, они будут офигенно ловиться. Поэтому лучше держать все-таки вот на чем-то таком, чтобы даже не было потрескиваний пластмассы. Поэтому мне Семерка, она нравится. Еще раз скажу. Маленькая. Удобно всегда куда-то ее взять. Звук неплохой. Картинка неплохая. Стабилизация. Из минусов. Дорого. Блядь. Тридцать тысяч, тридцать пять. Блядь. Ну куда? Ну что это такое? Это вот, ладно, там топовые блогеры, да? У них денег хватает. А обычный голодранец, нищеброд. Вот как ты купишь камеру, которая стоит чуть ли не зарплату? Ладно, Москва-Питер еще варианты. А где-нибудь в хуйковичах, блядь? До этого у меня была экшн-камера. До этого была пятерка. До пятерки была Xiaomi Mijia 4K. Кстати, еще раз скажу. 4K, ребята, для обычной съемки 4K ну нахер вам не нужен. Особенно если у вас не мега-компьютер. Для 4K нужны особые условия. И комп мощный, и со штатива надо снимать там, или как-то, чтобы стабилизатор был. Потому что так просто с рук 4K это будет хуйня. Так вот, эта Mijia 4K, она в принципе недорогая камера, нормальная. Я ее тоже там задешево купил, бэушную, потому что новая, ну новая дороговато. Но мне не нравилось то, что она тоже работает нестабильно. Все-таки это Китай, говорят Xiaomi хорошая компания. Но нужно учитывать, что эта хорошая компания, это все-таки китайская компания. Бренд, он не просто так он бренд. Этот бренд еще и следит за тем, что он делает. У Xiaomi есть большой минус, что у телефонов, что у камер. У них проблемы со звуком. И это просто вот знают многие. Проблемы со звуком. Может микрофон отключиться. Просто звук хуже. А звук это офигенно важно. И вот сейчас я вот сам думаю. Эта камера, если меня будет бесить вот своей вот этой вот фигней. То, что там она будет зависать иногда. Там я не знаю, что еще. У нее, кстати, аккумулятор держит недолго. Где-то час. Час работы. Она греется. То есть, ну, есть свои какие-то нюансы. Что лучше, я пока не знаю. Вот эти вот, все эти дешевые экшн-камеры, они не просто так дешевые. Понимаете, нету идеальной камеры в итоге. Не знаю, друзья, получилось, наверное, очень длинное видео. Но я передал вам свой опыт. Я не профессиональный оператор. Я просто нажимаю кнопку и снимаю. Передал вам свои мысли. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я на них отвечу. Вот сегодня вы сравнили съемку с этой, с фронтальной камеры iPhone 7. Сравнили съемку GoPro 7 Black и Olympus OM-D10 Mark II. Который, кстати, продаю. Продаю не потому, что плохой, а потому, что хочу компьютер. Мне нужен компьютер мощнее для монтажа. Поэтому, друзья, обращайтесь за двадцаточку. К нам с картой памяти. Карта памяти тоже более-менее от полутора тысяч. Все. Если какие-то вопросы, задавайте всем. Пока.